В республике стартовал межрегиональный слет восхождения к местам боев за перевало Кавказа, в котором принимает участие более 200 человек. Торжественная церемония открытия прошла в Станисе Зеленчукского мемориала солдатам Великой Отечественной войны. В ней принимала участие наша съемочная группа. Фатима Даурова пообщалась с теми, кто собирается на ледник в поисках останков героев Великой Отечественной войны. До начала открытия было еще время. В парке в тени деревьев сидела бабушка, слушая фронтовые песни, звучавшие из динамика и вытирая кончиком платка, набежавшие на глаза слезы. Нина Михайловна Кликун каждый раз так реагирует на песню Алеша, которая пробуждает в памяти военный госпиталь, где работала ее тетя и 15-летнего паренька Алешу, оставшегося без ног. Она помнит, как, будучи еще совсем маленькой, спасла ему жизнь, оттолкнув от оконного проема, куда он собирался прыгнуть в отчаянии. Ребята к кошке пошли. А он на окошко залез на пятом этаже. А я бегала. Я раненых проведывала. Там все. А он сидит и дверь, окошко открыл и хотел. А я поймала его, схватила и орала, как сумасшедшие. Там солдаты услышали, если не кушать. И вот в обед. А я его как дернула. Я упала, он на меня упал. Сегодня сверстники 15-летнего Алешки стоят в строю. В числе тех, кто отправится к перевалам Кавказа, где шли ожесточенные бои на поиски останков погибших солдат. Более 200 ребят из разных субъектов страны, в том числе из Дагестана, Ингушетии, Ставропольского края, Самарской области и Карачаева-Черкесии, примут участие в восхождении. Мы посчитали обязанным себя принять участие в этом памятном мероприятии. Вот приехали с студенческим поисковым отрядом, чтобы поучаствовать. Ну и, конечно, пообщаться со следственниками, с такими же патриотическими клубами Северного Кавказа. И не только Северного Кавказа. Здесь я вижу, есть ребята из Самары, из других регионов России. И пообщаться, обменяться мнениями и почтить память тех, кто защищал нашу Родину. Это интерес к отечественной истории, к истории своей страны, истории своей семьи. Ну и, наверное, это прежде всего самоотверженный труд и альтруизм. Потому что каждый здесь, кто находится, естественно, тратит на это личные средства, время, усилия. И вместо того, чтобы проводить время праздно, на каникулах, отдыхая, естественно, мы стараемся провести время с пользой. И хоть как-то свое полезное, вот это свободное время направить в нужное русло. За пять дней запланирован ряд мероприятий, в числе которых восхождение в район перевала Наур, где планируется закладка капсулы с землей из захоронения защитников Кавказа. Фашисты захватили господствующую высоту. И нашим ребятам, добровольцам, был дан приказ освободить от фашистов эту высоту. И если они сорвутся, не издавайте звука, чтобы не выдать товарищей. И ребята зимой, без специального оборудования, поднимались по скале. Двое ребят сорвалось, и они без звука упали в пропасть. В историю Великой Отечественной войны этот подвиг вошел как подвиг молчания. И в память об этих событиях мы как раз проводим последние годы слет восхождения к местам боев за перевалы Гавказа в район перевала Наур. После окончания официальной части состоялось возложение цветов к вечному огню мемориального комплекса погибшим солдатам в Великой Отечественной войне. После гостей слета восхождения проводили в музей станицы Зеленчукской, где находятся экспонаты, найденные во время других поисковых операций в районе перевалов и на ледниках Кавказского хребта.